Глава 2. Новое предложение капитана Немо. Иные горные пики вздымались в высоту двух тысяч футов. Как только были установлены координаты, я сошел в салон и, отыскав это место на карте, увидел, что мы находимся у берегов острова Цейлон, этой же мчужины Индии, лежавшего у южной оконечности индийского полуострова. Я вошел в библиотеку поискать, нет ли такой книги, где можно было бы почерпнуть сведения об этом острове, который считается самым плодородным на земном шаре, и нашел труд «Сира», озаглавленный «Цейлон» и «Сангалезы». Возвратясь в салон, я прежде всего ознакомился со статистическими данными, касавшимися Цейлона, которому в древности давали так много различных названий. Остров Цейлон лежит между 5 градусами 55 минутами и 9 градусами 49 минутами северной широты и 79 градусами 42 минутами и 82 градусами 4 минутами долготы, к востоку от меридиана Гринвича. С севера на юг он простирается на 275 миль, с востока на запад не больше, чем на 150 миль. Площадь его равна 24 448 милям, иначе говоря, немного менее площади Ирландии. В это время в салон вошли капитан Немо и его помощник. Капитан взглянул на карту, потом, обернувшись ко мне, сказал «Остров Цейлон славится своими жемчужными промыслами. Не угодно ли вам, господин Аронакс, побывать на месте ловли жемчуга?» «Вне всякого сомнения, капитан. Хорошо, это легко устроить. Но вот в чем дело. Мы побываем на месте ловли, но ловцов не увидим. Сезон ловли жемчуга еще не начался, но это не важно. Я прикажу взять курс на Монарский залив. Мы придем туда ночью». Капитан сказал несколько слов своему помощнику, и тот вышел из салона. Через короткое время Наутилус вновь возвратился в свою водную стихию. Манометр показывал, что судно шло на глубине 30 футов. Склонившись над картой, я стал искать Монарский залив. Я нашел его на девятой параллели. У северо-западных берегов Цейлона. Залив этот образуется продолговатой линией маленького острова Монар. Чтобы попасть туда, нужно было обогнуть весь западный берег Цейлона. Господин профессор обратился ко мне капитан Немо. Жемчуг ловят в Бенгальском заливе, в Индийском море, в Китайском и Японском морях, в морях Южной Америки, в Панамском заливе, в Калифорнийском заливе. Но основные промысловые районы морского жемчуга сосредоточены на Цейлоне. Мы придем туда, правда, прежде времени. Ловцы жемчуга появляются в Монарском заливе не раньше марта месяца. К этому времени здесь собирается до 300 судов, которые в течение 30 дней занимаются этим доходнейшим промыслом. На каждом судне 10 грибцов и 10 водолазов. Водолазы работают в две смены. Погружаясь на глубину 12 метров, они держат между ногами тяжелый камень, который выпускают, достигнув нужной глубины. Тогда грибцы вытягивают камень, привязанный к веревке обратно на борт. Стало быть, первобытный способ ловли жемчуга все еще практикуется? — Практикуется, к сожалению, — отвечал капитан Немо. Хотя эти жемчужные россыпи принадлежат самой промышленной стране в мире — Англии, получившей их в собственность по Амьенскому договору 1802 года. Мне кажется все же, что ваш усовершенствованный скафандр мог бы оказать большую помощь в этом деле. Да, бедные ловцы жемчуга не могут долго оставаться под водой. Правда, англичанин Персиваль в своем путешествии на Цейлон упоминает об одном кафре, который мог держать целых 5 минут под водой. Но мне это кажется маловероятным. Я знаю, что некоторые водолазы остаются под водой 57 секунд, а самые выносливые даже 87 секунд. Но таких очень немного. И у этих несчастных, когда они возвращаются на борт, из ушей и носа течет вода, окрашенная кровью. Я думаю, что средняя продолжительность пребывания водолаза под водой не свыше 30 секунд. И за это короткое время надо успеть собрать в сетку раковины жемчужниц, которые им удается найти. Водолазы не доживают до старости. Они рано дряхлеют, слабеет зрение, глаза начинают гноиться, тело покрывается язвами. И они часто умирают под водой от кровоизлияния в мозг. Да, сказал я, невеселая профессия. И все это ради удовлетворения женских причуд. Но скажите мне, капитан, сколько раковин может выловить за день одно такое судно? Приблизительно от 40 до 50 тысяч. Говорят даже, что в 1814 году английское правительство организовало такую ловлю на государственный счет. И ловцы за 20 дней добыли 76 миллионов раковин. — По крайней мере, труд ловца высоко оплачивается? — спросил я. — Очень низко, господин профессор. В Панаме они зарабатывают не больше доллара в неделю. Чаще всего они получают по одному су за раковину, содержащую жемчужину. А сколько попадается раковин, в которых нет жемчужин? По одному су, а бедняга обогащает своих хозяев? Это возмутительно. — Итак, господин профессор, — сказал капитан Немо, — вместе со своими спутниками вы посетите Монарскую банку. И если случайно там окажется какой-нибудь нетерпеливый ловец, вы ознакомитесь с техникой этого промысла. — Решено, капитан. — Кстати, господин Аронакс, вы не боитесь акул? — Акул? — вскричал я. Вопрос показался мне по меньшей мере праздным. — Ну что вы скажете насчет акул? — настаивал капитан Немо. — Должен признаться капитан, что я еще не вполне освоился с этой породой рыб. — А мы уже привыкли к ним, — сказал капитан Немо. — Со временем освоитесь и вы. Притом мы будем вооружены, если удастся, поохотимся за какой-нибудь акулой. Охота за акулами чрезвычайно интересна. — Итак, до завтра, господин профессор. Завтра будьте готовы пораньше. Сказав это самым беззаботным тоном, капитан Немо вышел из салона. Если бы вас приглашали охотиться на медведей в горах Швейцарии, вы бы сказали — отлично, завтра пойдем на медведя. Если бы вас приглашали охотиться на львов в долинах Атласа или на тигров в джунглях Индии, вы бы сказали — а-а-а, стало быть, мы идем на тигра или на льва? Но если вас приглашают охотиться на акул в их родной стихии, вы, наверное, задумаетесь, прежде чем принять такое решение. Что касается меня, я провел рукой по лбу, на котором выступило несколько капель холодного пота. — Обдумай хорошенько, — сказал я сам себе. — Спешить некуда. Охотиться за морскими выдрами в подводных лесах острова Креспа еще куда не шло. Но шататься по морскому дну, зная, что можешь наткнуться на акулу, — совсем иное дело. Мне известно, что в некоторых местах, в частности на Андаманских островах, негры, не колеблясь, нападают на акул с кинжалом в одной руке с петлей в другой. Но мне известно также, что многие из смельчаков, вступивших в единоборство с этими страшными животными, отправляются к праотцам. К тому же я не негр, а если бы был негром, то некоторые колебания с моей стороны все же простительны. Мне мерещились акулы, я видел их огромные пасти, ощерившиеся несколькими рядами зубов, способных перекусить пополам человека. Я уже чувствовала боль в пояснице, и я не мог снести беспечного тона, которым капитан сделал мне это щекотливое предложение. Речь-то ведь шла не о том, чтобы обойти в лесу какую-нибудь безобидную лисицу. Хорошо, — думал я. Концель, конечно, откажется принять участие в такой охоте, и у меня будет причина отклонять приглашение капитана. Что касается Неда, признаться, я не был уверен в его благоразумии. Опасность, как бы велика она ни была, всегда таила в себе приманку для его воинственной натуры. Я взял книгу Сира, но перелистывал ее машинально. Между строк мне виделись разверстые грозные пасти. Но тут вошел Концель и Канадец. Они были настроены благодушно, даже весело. Они не знали, что их ожидает. Честное слово, сударь, — сказал Нед Лэнд. Ваш капитан Немо, чтобы ему провалиться, сделал нам очень любезное предложение. — А-а-а, — сказал я, — вы уже знаете. С позволения господина профессора, — ответил Концель, — командир Наутилуса пригласил нас завтра вместе с господином профессором посетить знаменитые цилонские жемчужные промыслы. Он был крайне вежлив и выказал себя настоящим джентльменом. — И больше он ничего не сказал? — Ничего, сударь, — отвечал Канадец. Он сказал только, что вас он уже пригласил принять участие в этой подводной прогулке. — Совершенно верно, — сказал я. И он не упомянул об одном обстоятельстве. — Ни о каком обстоятельстве не было речи, господин профессор. — Вы пойдете с нами, не правда ли? — Я? — Конечно. Я вижу, что вы, мистер Лэнд, входите во вкус подводных прогулок. — О, да, это так занятно, очень занятно. — И может, статься опасно, — вставил я. — Опасно, — ответил Нэтленд. — Простая экскурсия на устричную банку. — Очевидно, капитан Нэма не счел нужным навести моих товарищей на мысль об акулах. Я встревоженно глядела на них, словно они уже лишились какой-нибудь конечности. Должен ли я предупредить их о грозящей опасности? — Несомненно. Но я не знал, как к этому подойти. — Не пожелает ли господин профессор рассказать нам подробнее о ловле жемчуга? — О ловле жемчуга? — спросил я. — Или о связанных с ним случайностях, которые... — Конечно, о ловле жемчуга, — сказал канадец. — Прежде чем отправляться в путь, нам надо знать дорогу. — Ну, друзья мои, садитесь, и я расскажу вам о жемчужном промысле все, что сам узнал из книги Сира. Нэт и канцель сели на диван, и канадец тут же задал мне вопрос. — А что такое жемчужина, господин профессор? — Для поэта, друг мой, Нэт, — жемчужина, слеза моря, — отвечал я. Для восточных народов — окаменевшая капля росы. Для женщин — драгоценной овальной формы камень с перламутровым блеском, который они носят, как украшение на руках, на шее, в ушах. Для химика — соединение фосфорно-кислых солей с углекислым кальцием. И, наконец, для натуралиста — просто болезненный нарост, представляющий собой шаровидные наплывы перламутров внутри мягкой ткани мантии у некоторых представителей двустворчатых моллюсков. — Типа моллюсков, — сказал канцель, — класса пластинчато-жаберных отряда анизомиарий. — Совершенно верно, мой ученый друг. Способностью образовывать жемчужины обладает не только настоящая морская жемчужница, но и брехоногие и головоногие моллюски. Как то морское ушко или пинна, турбо, тридакна — словом, все моллюски, которые выделяют перламутр. Органическое вещество, отливающее радужными цветами — голубым, синим, фиолетовым, которое устилает внутреннюю поверхность творог их раковин. — Даже и съедобные ракушки? — спросил канадец. Да и съедобные ракушки некоторых водоемов Шотландии, Уэльса, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции. — Так, спримем это к сведению, — отвечал канадец. Но главным образом производит жемчуг жемчужница Мелагрина Маргарифтифера — драгоценная перловница. Жемчужина представляет собой не что иное, как отложение перламутрового вещества, принявшее сферическую форму. Самые красивые, круглые, почти свободно лежащие жемчужины образуют между мантией и раковиной при размыкании створок от раздражения неорганическими тельцами, засевшими в мантии моллюсков. При образовании жемчужницы от неорганического вещества, прилегающего к внутренней поверхности раковины, образуются жемчужины, прикрепленные к раковине. Но во всех случаях жемчужина имеет ядро, вокруг которого тонкими концентрическими слоями из года в год нарастают отложения перламутрового вещества. — А может быть, в одной раковине по несколько жемчужин? — спросил канцель. — Бывает, друг мой. Встречались раковины, представляющие собой настоящий ларчик с драгоценностями. «Говорят, хотя я в этом сомневаюсь, что в одной раковине было найдено не меньше ста пятидесяти акул». — Сто пятидесяти акул? — вскричал Нэтленд. — Неужели я сказал «акул?» — воскликнул я, смутившись. Я хотел сказать «150 жемчужин». «При чем тут акулы?» — уж действительно, — сказал канцель. И все же желательно было бы знать, как извлекают из раковин этот самый жемчуг. Есть различные способы. Если жемчуг плотно прирос к створке раковины, его извлекают щипчиками. Но чаще всего выловленные раковины высыпают на циновки, разосланные на берегу. Моллюсков оставляют гнить на вольном воздухе. Через 10 дней, когда процесс разложения завершится, раковины ссыпают в водоем с морской водой. После неоднократной промывки вскрывают створки раковин и самые крупные жемчужины выбирают руками. Оставшаяся грязь с мелкими жемчужинами вымывается из раковин. Теперь приступают к работе сортировщики. Сперва они отделяют от раковин перламутровые пластинки, известные в промышленности под названием беспримесных серебристых неполноценных белых, неполноценных черных, которые продают на вес по 125 и 150 килограммов в каждом ящике. Затем извлекают из раковин паренхему. Мягкое тело животного подвергают кипячению до полного растворения и отцеживают из жидкости все вплоть до мельчайших жемчужин. — Ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли? — спросил канцель. — Не только от величины, — отвечал я, — но и от формы, от того, чистой ли воды жемчужина, иными словами, от ее цвета, наконец, от игры, то есть от того, блестит и иридирует ли камень перламутровым блеском, столь приятным для глаз. Особенно ценным считается жемчуг, представляющий собою шаровидный наплыв перламутра. Иногда прикрепленный к раковине, но обычно образующиеся внутри мягких тканей мантии, так называемых перлос вергис. И жемчужины эти образуются в складках ткани моллюска и покоятся там свободно. Они белого цвета и большую частью непрозрачные. Но у некоторых жемчужин опаловые переливы цветов. Форма этих драгоценных жемчужин чаще всего сферическая или грушевидная. Сферические жемчужины идут на браслеты, грушевидные — на серьги. Этот сорт жемчуга самый ценный и продается поштучно. Жемчужины, прикрепленные к раковине и более неправильной формы, ценятся дешевле и продаются на вес. Наконец, низший сорт жемчуга, мелкий жемчуг, известный под названием бисера, продается мерками и идет главным образом на вышивки и церковные облачения. «Сортировка жемчуга, по-видимому, работа трудная и конетельная», — сказал канадец. «Отнюдь нет, друг мой!» «Сортировка жемчуга» производится посредством сита или решета. Имеется 11 различных сит для отсевания жемчужин. Жемчуг, который остается после просеивания в редком сите, имеющем от 20 до 80 отверстий, считается первосортным. Жемчуг второго сорта остается на решетах, в которых от 100 до 800 отверстий. Наконец, жемчуг третьего сорта остается на решетах, имеющих от 900 до 1000 отверстий. «Хитро придумано», — сказал канцель. «Я вижу, что сортировка и классификация жемчуга производятся механически. Не скажет ли господин профессор, какой доход приносит эксплуатация промысловых районов морского жемчуга?» «Судя по книге Сира, — отвечал я, — цейлонские жемчужные банки ежегодно приносят 3 миллиона акул». «Франков», — заметил канцель. «Да-да, франков, 3 миллиона франков», — поправился я. «Но, кажется, теперь жемчужные промыслы не столь доходны, как в прежние времена. Хотя бы взять, к примеру, американские жемчужные промыслы. При Карле Пятом они приносили ежегодно 4 миллиона франков, а теперь едва ли дают 2 трети этой суммы. В общей сложности годовой доход с жемчужных промыслов можно исчислить в 9 миллионов франков. «Но я слыхал, — сказал канцель, — что некоторые знаменитые жемчужины оценивались очень высоко». «Верно, мой друг, — говорят, что Цезарь подарил сервилии жемчужину, стоящую 120 тысяч франков на наши деньги». «А вот я слыхал, — сказал канадец, — что в древности одна дама пила жемчуг, растворенный в уксусе». «Клеопатра», — заметил канцель. «Напитки едва ли приятные на вкус?» — прибавил Нэтленд. «Просто пренеприятный, — друг Нэт, — сказал канцель. Зато рюмка такого раствора оценивалась в 150 тысяч франков. Круглая сумма». «Жаль, что эта дама не была моей женой», — сказал Нэтленд, выразительно поглядывая на свои руки. «Нэтленд, — супруг Клеопатры!» — вскричал канцель. «Я собирался жениться, — канцель, — серьезно сказал канадец. И не моя вина, что дело не сладилось. Я даже купил жемчужное ожерелье для Кэттендер моей невесты. Но она, впрочем, вышла за другого. И что ж, ожерелье стоило мне всего-навсего полтора доллара. Но поверьте мне на слово, господин профессор, ни одна жемчужина из этого ожерелья не прошла бы сквозь сито с двадцатью отверстиями». «Мой дорогой Нэт», — отвечал я, смеясь, — «это был искусственный жемчуг. Простые стеклянные шарики, наполненные жемчужной эссенцией». «Все же эта эссенция должна дорого стоить», — возразил канадец. «Эссенция ничего не стоит. Это не что иное, как серебристое вещество с чешуей рыбы-уклейки, растворенное в азотной кислоте. Доровое сырье». «Поэтому, видно, Кэттендер и вышла за другого», — философски рассудил мистер Лэнд. «Но возвратимся к нашему разговору о драгоценных жемчужинах», — сказал я. «Не думаю, чтобы какой-нибудь монарх владел жемчужиной, равной жемчужине капитана Нэма». «Вот этой?» — спросил канцель, указывая на великолепную жемчужину, хранившуюся под стеклом. «Не ошибусь, оценив ее в два миллиона». «Франков», — поспешил сказать канцель. «Да», — сказал я, — «в два миллиона франков. А капитану стоило только нагнуться, чтобы взять ее». «Эх, — вскричал Нэд Лэнд, — «а почем знать, может, и нам завтра во время прогулки попадется такая же». «Ба!» — произнес канцель. «А почему же нет?» «А что нам миллионы на борту наутилуса?» «На борту, верно, не на что», — сказал Нэд Лэнд. «Но в другом месте». «Эх, — в другом месте», — сказал канцель, качая головой. «В самом деле», — сказал я, — Нэд Лэнд прав. «Если мы когда-нибудь привезем в Европу или Америку жемчужину стоимостью в несколько миллионов, это придаст большую достоверность и больший вес рассказу о наших приключениях». «Я думаю», — сказал канадец. «Неужто», — сказал канцель, возвращавшийся всегда к познавательной стороне вопроса, «ловля жемчуга — опасное ремесло?» «О, нет», — отвечал я с живостью, «особенно, если принять некоторые меры предосторожности». «А что может быть опасного в этом ремесле?» — сказал Нэд Лэнд. «Разве только хлебнешь лишний глоток соленой воды?» «Совершенно верно, Нэд». «А, кстати», — сказал я, стараясь принять беспечный тон капитана Нэма. «Вы боитесь акул, Нэд?» «Я? Гарпунер по профессии?» — отвечал канадец. «Мое ремесло плевать на них». «Речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк, втащить на палубу судно, отрубить ей хвост топором, спороть брюхо, вырвать сердце и бросить его в море. Стало быть, речь идет...» «Вот именно!» «В воде?» «В воде!» «Черт возьми!» «А на что при мне, мой гарпун?» «Видите ли, господин профессор, акулы довольно неуклюжие животные». «Чтобы хапнуть вас, им понадобится перевернуться на спину». «Ну, а тем временем...» Нэтленд произносил слово «хапнуть» с такой интонацией, что мороз пробегал по спине. «Ну, а ты, канцель, как ты насчет акул?» «Я?» — сказал канцель. «Буду говорить на чистоту с господином профессором». «В добрый час», — подумал я. «Ежели господин профессор решается идти на акул, — сказал канцель, — «как же я, его верный слуга, не последовал бы за ним». «Оно он был можно плюсом, así не последовал бы за ним». Продолжение следует...